Всем привет, с вами Габзор.ком, сегодня в центре внимания серия монитора Philips B1, отличающаясь широкими возможностями подключения, высоким качеством установленной матрицы, а также повышенным уровнем комфорта. Тестируемый сегодня Philips 242B1 получил 24-дюймовую матрицу с Full HD разрешением. Одна из его особенностей это технологии Power Sensor и Smart Image. Монитор уже доступен в российских магазинах, более подробная информация по ценным характеристикам в описании к этому видео. В комплекте идут кабели DVI, DisplayPort, VGA, силовой кабель, подставка с основанием, аудиокабель. Внешний вид монитора четко позиционирует его направленность на профессиональный сегмент. Строгий и лаконичный внешний вид, нижняя рамка с текстурным рисунком под шлифованный металл, и в правом углу у нас тут сгруппированы кнопки управления. А вот по центру рамки, рядом с логотипом, находится тот самый датчик Power Sensor. Суть его работы заключается в автоматическом определении присутствия после первого монитора. Если от монитора отойти, проводится перевод в режим экономии энергосбережения. Он позволяет не только сократить расходы на электричество, но и продлить общий срок службы монитора. При возвращении к монитору автоматически возвращается режим работы. Помимо этого есть Light Sensor. Он корректирует качество изображения в зависимости от уровня освещения в помещении. Установлены на 4-дюймовую матрицу IPS с широким углами обзором. Поддержит технологию, анализирующую вводимое изображение. Для оптимизации характеристик дисплея есть предустановлены режимы подработок с собственными приложениями. Обработки медиа-контента, просмотра видео и игр. Разрешение Full HD, не накладывая повышенных требований, быстродействует система. Частое обновления до 75 Гц. Есть возможность сохранизации Adaptive Sync. На минимальный отпуск тут рассчитывать, конечно, не стоит. Этот монитор не относится к игровым. Подключить источник сигнала можно через HDMI, DVI, DisplayPort. Помимо этого, сохранена совместимость с устаревшими системой с VGA. Этот тип кабеля идет в комплекте. Отдельно отмечу встроенный USB-хаб. Четыре разъема можно подключить к периферии, накопители. И один из разъемов оптимизирован для проведения сеанса зарядки на всем их устройств. Есть возможность использовать встроенные динамики. Они позволяют отказаться от отдельных колонок на столе. Это будет актуально с учетом ограниченного места в офисе. Выделен выход под подключение наушников напрямую к разъему на корпусе. Оснащается он съемной подставкой. Стойка выполнена из металла. Сборка проходит без отвертки. Есть возможность изменить расположение панели, поворачивать в стороны, наклонять вперед-назад и переводить в портретный режим. Стоит на подставке устойчиво. В основании вырез используемый для сбора кабелей в общий пучок. Поддержится WS-100 крепеж. Здесь Full HD матрица, напомню, 75 Гц, синхронизация Adaptive Sync присутствует. Минимальная ширина боковых рамок. Несмотря на то, что начать эксплуатацию можно сразу после включения на заводских настройках, предлагаются детальные ручные настройки, выставляются параметры изображения, яркость, контраст. Выбираем ручную один из входов по режиму Low Blue с уменьшением длины волны синего цвета. Выбор цветового профиля. Ручная корректировка параметров. Выбор в пользу Full HD разрешения позволяет обеспечить стабильную работу системы, построенную на недорогих компонентах, а именно такие чаще всего и ставятся в офисах. Предлагается хороший выбор по источникам сигнала. Подсветка равномерна по всей площади. Зон с пересвеченным участком по периметру замечено не было. Хорошо настроена цветопередача. За время тестов мы использовали во время повседневной работы, интернет-серкинга, набор текста. Выиграли в новую мафию. Вполне комфортно. Сейчас видеть данные, полученные в ходе тестов. Напомню, по ссылке текстовый обзор, там можно смотреть более детально. Philips 242B1 станет хорошим выбором при поиске монитора для оснащения рабочего места в офисе или дома. Используются технологии позволяют в автоматическом режиме снизить расходы электричества и продлить общий срок службы. С удовольствием обсудим с вами Philips 242B1 в комментариях. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.